Собачий беспредел в нефтяниках обсуждают омские пользователи. Свора бездомных собак напала на ребенка на пересечении улиц Магистральная и Нефтезаводская. Это не первый случай, написал автор поста. Они напали на меня, когда я фоткался на велосипеде. И видел, как бабушка отбивалась тростью от этой стаи. Ей помог мужчина. В комментариях о мечи поспорили. Собакам тоже важна семья. У вас собака живет с вами. А что делать тем собакам, которых хозяева предали? Они из-за человека умирать должны. Верят в силу интернета жители домов улицы Ватутина. В паблике «Аварийный Омск» они пожаловались на открытый люк. По словам автора, там работали коммунальщики, но уехали, оставив люк открытым, а рядом с ним стройматериалы. Фотографии ДТП на Куйбышева сегодня во всех аварийных пабликах. Водитель Лексуса на высокой скорости не справился с управлением. Автомобиль перевернулся по пути, зацепив забор и стену частного дома. Пассажиры внедорожника остались целы. В интернете появилась информация, что авария произошла из-за открытого на проезжей части люка. Или из-за ужасного состояния остановочных карманов, где нет асфальтового покрытия и никаких предупреждений. Автохамкой обозвала амичку подписчица паблика «Аварийный Омск». Вышли из подъезда с коляской, а девушка парковалась. Мы сделали замечание, что не сможем спуститься. Она молча поставила машину и ушла. Обидевшись, дама с коляской сфотографировала вишневую иномарку и выложила в интернет с надеждой, что автоледи оштрафуют за неправильную парковку. В комментариях большинство амичей высказались в защиту водителя. В каждом дворе 100 мест, где можно спуститься и с детской коляской, и с инвалидной. Проезд им перекрыли. Не успели они вперед машины пробежать. В интернете амичи опять жалуются на пассажирский транспорт. Их не устраивают малогабаритные городские автобусы. Ребенок час не мог уехать домой. С 19 до 20 старики бились за попытку влезть в эти мини-возы. Ребенка чуть не затоптали. Сколько еще биться с администрацией, негодует автор. Пользователи бурно обсуждают жалобу. Пост набрал около 300 комментариев. Точно душегубки. Уже лет 10 назад надо было приобретать автобусы с кондиционерами. И не такие узкие. Пройти невозможно. Люди нервничают. Волга, вросшая в землю, привлекла внимание омских интернетчиков. Авто на фото так давно стоит во дворе дома, что вросло в землю и утонуло в зарослях травы. Пользователи не комментируют, но активно лайкают пост. Продолжаем разбирать посты амичей.